Всем привет! Это детская программа ОРПАК и ее ведущие Айолан Сурваева и Альбина Жалель. Сегодня в нашей программе мы поговорим о новинках киноиндустрии. Наши корреспонденты составили топ самых ожидаемых и интересных фильмов и мультфильмов. Смотрим! Всем привет! Не знаете, что посмотреть в апреле? Тогда ловите подборку самых крутых фильмов. Открывает наш топ кино все везде и сразу. Я думаю, многие задумывались о параллельных реальностях, где есть другие мы и у них есть свои другие жизни. А вот нашей главной героине Эвелин не пришлось и мечтать. Она столкнулась с этим сама. Не все так сладко. Помимо этого нужно было наладить проблемы с семьей и победить ужасное зло, которое угрожает тысячам вселенным. Сможет ли она или нет, мы узнаем в кинотеатрах. Фильм идет 7 апреля. Следующий наш фильм для любителей ужасов. Бабушка. Главная героиня Сюзанна работает в Париже, но получила ужасную вещь о том, что у ее любимой бабушки случился сердечный приступ. Ей придется вернуться в город Мадрид, где вскоре ее ждет череда кошмаров. Сможет ли она пережить это все, мы узнаем в кинотеатрах. Следующий наш фильм для тех, кто часто представляет себя в другом мире. Обратимая реальность. Компания «Новая жизнь» разработала виртуальные приключения, где каждый может исполнить любую свою мечту. Но происходит сбой в системе, где все хорошее превращается в ужасные вещи и производит уже совсем не яркие и красивые облики. Поэтому нашему главному герою, работнику полиции, придется разобраться с теми непорядками. Фильм идет с 14 апреля. Ну и самое долгожданное – это фильм «Морбиус». Фанаты Марл сейчас меня поймут. Майкл Морбиус с детства болеет серьезной болезнью крови и всю жизнь мечтает найти лекарство. В будущем находит его в крови летучих мышей и решает на серьезный эксперимент, который превращает его жизнь в ужасного монстра. Узнать, что с ним было дальше, мы сможем в кино. Ну а фильм рекомендуется людям, достигшим 16 лет. Ну а с вами была Мартынова Ульяна. Всем до новых встреч! Всем привет! Я расскажу про новинки мультфильмов этого года. Современная анимация рассчитана на широкую аудиторию. Будет одинаково интересно смотреть и взрослым, и детям. Поэтому, какого бы возраста вы ни были, предлагаю вам ознакомиться с подборкой самых интересных мультфильмов 2022 года, чтобы точно знать, какие из них достойны вашего внимания. Ледниковый период, приключения Бака, Я краснею, Соника 2 в кино, Суперпитомцы, Человек-паук, Теревселенные 2, Супербратья Марио, Базлайтер, Шрек 5, Король-Лев, История Восхождения, Майнкрафт. Алёла, у тебя есть собака? Да, зовут Рекс, как в знаменитом фильме. Тебе повезло. Многие мечтают завести домашнее животное. Какое выбрать лучше? Сейчас увидим. Слушай, хочу завести себе собаку. Отличная идея. Собачки такие милые. Но дело в том, что я не могу выбрать породу. Боюсь, что они будут очень злые. Давайте я помогу. Расскажу топ-5 самых добрых собак. Первое место. Лабрадор. Это порода собак с очень устойчивой психикой. Она очень энергичная, сможет подружиться с детьми и даже стать им нянькой. Второе место. Ньюфаундленд. Эти собаки очень мудры и уравновешены. Они понимают все, что им говорят и с большим интересом выполняют команды. Третье место. Сенбернард. Эта порода собак впечатляет своей удивительной интуицией, хорошим нюхом и добрым сердцем. Несмотря на внушительный вид, эти собаки молчаливые и тихие. Четвертое место. Пудель. Они всегда пытаются поддерживать с людьми хорошие отношения. Если собака попадает в компанию детей, то позволит вам делать с собой все, что угодно. Пятое место. Бассетхаунд. Эти собаки очень умны и сообразительны. Они отличаются мягким покладистым характером. Любят детей и миролюбивы по отношению к другим домашним животным. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рада вас видеть. И сегодня мы поговорим о том, где лучше. В городе или в деревне. В деревне чистый воздух, а в городе он с примесями. В деревне медленный интернет, а в городе он быстрее. В селе можно завести разных животных, в отличие от города. А вы как думаете, где лучше жить? Посылайте нам свои ответы в комментариях, в инстаграмм. Урпак меди. Я недавно задумалась, почему говорят, что чипсы есть вредно. Они такие вкусные. Неужели все, что приятно, вредно? Да, это несправедливо. Надо изучить и узнать, почему. Привет. Смотри, что принесла. Будешь? О, привет. Нет, я, пожалуй, откажусь. И тебе не советую. А что в них плохого? Вкусные и хрустящие чипсы? Дело в том, что чипсы – это очень калорийный продукт. То есть в нем содержится много жиров и углеводов. Чипсы способствуют ожирению, а жиры вызывают рак. Но ведь чипсы сделаны из картофеля. Разве он вреден для здоровья? Картофель сам по себе полезный продукт. Но чипсы не всегда делают из картошки. Это обычная картофельная мука. А еще в чипсах большое количество соли. А ее излишек мешает обмену веществ, росту костей и вызывает проблемы с сердцем. Неужели вообще нельзя есть чипсы? Хотя бы раз в год. Можно, но не часто. Подумай о своем здоровье. Наибольший вред чипсы составляют добавки. Усилитель векуса и различные ароматизаторы. Акриламид – токсичное вещество, обладающее консервированными свойствами. Поражает почки, глаза, печень. Глицидамид – метаболит акриламидом. Провоцирует развитие раковых заболеваний. Поэтому всей душой советую не есть чипсы. Подведем итог. Особенно вредны чипсы, сделанные не из цельной картошки, а из картофельной муки. Из-за высокого содержания крахмала и жира чипсы очень калорийно. 100 граммов пачки чипсов содержат 510 килокалорий. А это почти треть нормы для ребенка. И поэтому из-за чипсов можно заболеть ожирением. А чипсы жарятся в большом количестве масла. Для здоровья человека это очень опасно. Моей сестренке скоро исполнится 10 лет. Как думаешь, что ей подарить? Я знаю. Подари модную игрушку. А какую? Она уже не играет с игрушками. Сейчас так много всего интересного не только для маленьких. Я видела в ТикТоке такую милую уточку. Правда? Надо посмотреть. Хорошо. Журналист нашей программы Маргарита сейчас расскажет подробнее. Всем привет. Меня зовут Марго. Я бы хотела вам представить топ самых популярных игрушек. Итак, начнем с моей самой новой игрушки монстрика Хаги-Ваги. Монстр Хаги – главный антигерой популярной видеоигры «Головоломки», в которую нужно решать закатки и бороться за выживание. Жуткий персонаж так понравился детям, что производители игрушек создали его плюшевое воплощение. Получилось ужасно мило. А теперь я вам представлю еще одну монстряшку – Лили Мили. Ее отличие в радужном цвете. Это самый добрый и милый монстрик на свете. Теперь перейдем к еще одной очень популярной игрушке – уточке «Ла-ла-фан-фан». Знаменитая благодаря Тик-Ток. Плюшевая уточка в очках с розовыми щечками и комплектом одежды. Мечта многих девочек дошкольного и младшего школьного возраста. Ее называют игрушкой-антистрессом. И с этим сложно не согласиться. Один ее вид уже настраивает на позитив, как и многие другие трендовые игрушки. «Ла-ла-фан-фан» раскрутилась благодаря Тик-Току. И еще сейчас набирает популярность коллекционная кукла Алиса. Она очень маленькая и с прекрасными длинными волосами. Понравится любителям собирать различные вещи, особенно игрушки. Ну и напоследок хочу вас познакомить с не менее популярной и очень мною любимой игрушкой. Это котик-басик. Это милый котик с красивыми глазками и нежными усиками, ниточками, торчащими в разные стороны. У котика много нарядов, которые уже идут вместе с ним. А также дети сами шьют и покупают басику-обновки и записывают с ним видео. Всем спасибо за внимание и следите за новинками. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся в следующем выпуске. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok